добрый день уважаемые коллеги а презентацию можно запустить да ну я отношусь к тому направлению которую последние это наука и образование которые последние 20 на может чуть больше лет принято ругать ну мы все-таки стремимся к лучшему с утра я немножко вас озвучу небольшие цифры и если останется по времени я покажу некоторые как модно говорить наши вот кейсы и первое так как тема моя заявлено у уровень самых востребованных цифровых решений в агробизнесе я начну непосредственно с тематики так а можно щелкать не работает так ну первая опрос мы проводили опрос на прошлой неделе название опроса топ цифровых сервисов сельском хозяйстве задали три вопроса первый вопрос с какими цифровыми сервисами для сельского хозяйства каких вы слышали с какими цифровыми сервисами вы работали и какие можете по порекомендовать выбрали на рынке 21 сервис представлены слева и провели опрос опрос проводился 102 экспертов из 26 регионов опросники 50 процентов наукообразования 50 процентов бизнес и производства ну сразу скажут много науки образования значит 17 процентов было директоров участвующих вопросе видите системы которые представлены слева и так что думают эксперты и так я буду озвучивать топ-5 топ-5 значит первое топ-5 сервисов о которых слышали опрошенные респонденты и так первое это агросигнал второе история поля от геомир 3 автограф 4 агро ноут true fields и глонас софт это пятерка о которых слышали остальные вы видите дальше с какими работали первое агросигнал второе история поля третья one soil четвертое виолон и пятое crop wise operation и последний вопрос это какие можете порекомендовать вы видите значит но пятерка лидеров история поля 12 процентов глонас софт 9 процентов агросигнал 8 процентов crop wise 7 и 2 процента и автограф 7 процентов а значит а то что касается уровня цифровизации но здесь я не буду повторяться это уровень цифровизации озвученный якобы партнеры мы видим что объем частных инвестиций уровень внедрения цифровых технологий в россии гораздо меньше чем в лидирующих странах вот по сравнению например с израилем видите в девять раз меньше объем частных инвестиций всем раз меньше критерии оценки были это инфраструктура привлекательность бизнеса инвестиции а эта динамика внедрения этих технологий в сша это за 96 2019 год почвенные карты дифф технологии карты урожайности и система автоматического управления это тот анализ который мы проводим уже третий раз здесь данные 2020 года мы видим проводили анализ в россии 18 и 20 год я эти данные уже показывал и сейчас мы проводим свежий анализ свежий анализ который мы запустили в октябре 2023 года это топ регионов который был по итогу 20 года значит здесь мы анализировали 12 элементов начиная от оцифровки поля и заканчивая картированием урожайности или кропа проводности почв сейчас мы расширили до 17 элементов уже на данный момент обработали 35 регионов вот совместно с национальным движением сберегающего земледелия запущен такой опросник видите эти данные расширены красным выделена цифровка полей и так далее включили беспилотные летательные аппараты включили значит дифференцированное орошение дифференцированное отключение секции дифференцированное опрыскивание и так далее и включили сюда использование в том числе метеостанции потому что также особенно интеллектуально это влияет на процесс цифровый цифровых технологий и так данные на 20 ноября еще мы не все обработали обработали 35 регионов 35 регионов вот внизу вы видите значит из них в 30 используется на площади пока обработали 1342 хозяйства площадь 71 миллионов гектар данные которые сейчас есть на данный момент но увидите внизу ссылочка без данных краснарского ставропольского края и ростовской области пока еще этих данных нету а вы видите башкортостан 187 хозяйств белгородская область 156 хозяйств справа идет по площади вы видите не буду озвучивать то что представлена на слайде значит топ элементов из обработанных хозяйств первое это спутниковая монитор здесь все без традиционно спутниковый мониторинг транспорта 21 процент параллельное вождение 18 процентов оцифровка полей 17 процентов автоматическое отключение секции 10 процентов дифференцированное опрыскивание сорняков 6 и 2 процентов а потом 4 и 8 процента космоснимки и агрохим обследования 4 4 процента и дальше видите по убывающей это мы проанализировали уже 17 элементов дальше идет данные по этим 30 регионам виде каждый элемент из 17 перечислен здесь ну пока в лидирующем положении белгородская область видите красненьким цветом подсвечено 5 элементов циферка это наиболее это количество хозяйств то есть пока идет здесь наибольшее количество хозяйств именно вот в этом регионе это агрохим обследование это параллельное вождение это автоотключение секций див посев и мониторинг сельхозугодий с использованием космоснимков оговорюсь значит эти данные мы берем из тех данные которые присылают на министер сельского хозяйства то есть если нам министер сельского хозяйства субъекта федерации субъекта если эти данные скажем так в каком-то виде искажены ну как бы значит мы немножко ну мы опираемся на то что она присылают эти данные а вот это небольшой такой рейтинг программы из проанализированных 35 регионов видите вот какие-то программы программы есть в данном случае у пяти регионов но если видите смотрите смотрим республика башкортостан пока она в том числе в лидирующем положении мы видим здесь вот прям идет программа семнадцатого года и там прописано идет видите в скобочках беспилотные летательные аппараты дроны-коптеры мультиспектральная узкополосная камера и так далее в других мы видим это более скажем так завуалирован то есть общие фразы идут но тем не менее наверное идет поддержка из 30 проанализированных регионов то есть не пока немного немного значит также совместно с центром всероссийским центром вим нами проводилось исследование в этом году использование систем параллельного вождения значит 20 регионов использовались 54 респондента с площадью опрашиваемых хозяйств от 12 до 20 126 тысяч гектар значит опросный лист по разработке и применения автопилота в сельском хозяйстве ну применяемые модели у опрашиваемых респондентов вы видите слева на слайде дальше типы используемых систем это наибольшее это электрическое подруливающее устройство и курса указатель значит на третьем месте идет гидравлическая на какой технике это первое это машина тректора актерный агрегат это самоходный опрыскиватель и на третьем месте комбайн а также мы много вопросов там задавали значит мероприятия по установке то и ремонту и настройки сельхозавтопилотов на первом месте вы видите 33 процента это собственными силами 32 процентов дилеры ну вот те данные которые есть и значит какие факторы ограничивают применение автопилотов на первом месте это по мнению респондентов слабое покрытие сиди интернет это отсутствие сервисного обслуживания высокая стоимость приобретения федеральная и региональная программа видите 16 процентов ну и существующая техника плохо адаптирована для установки значит это немножко по краснодарскому краю данные 2022 2023 год мы видим небольшой рост по использованию систем параллельного вождения значит по спутникового мониторингу транспорта там перечислить цифра к идет это количество хозяйств дальше идет по а по цифровке полей 116 хозяйств и по ну вот спад идет по дифференцируем несению удобрений значит было 59 хозяйств сейчас 38 хозяйств но несмотря на этот спад по количеству хозяйств мы видим значит те предприятия которые в крае используют это это крупные предприятия первое это агрокомплекс выселковский район второе рассвет у слабинский район и сельхозобъединение галан то есть это вот лидирующие топ районов вы видите ну и смотрим если режим онлайн и оффлайн это приморско-ахтарский у слабинский и тихорецкий но мы смотрим если посмотрим 2019 22 23 хозяйств несмотря на снижение количества хозяйств увеличилась среднем площадь то есть среднем используют хозяйство площадью до 8600 гектар и то есть по площади этот показатель увеличился а вот ну и немножко если остается времени я покажу те или уже не остается да есть да и те эксперименты которые мы проводили свежие значит это использование адаптирования беспилотных технологий несения удобрений среди защиты растений значит на делянках на небольших делянках по возделанию озимовая чменя то есть сравнивали беспилотную технологию и наземную это внесение удобрений гербицидная обработка фунгицидная инсектицидная обработка значит по экономике мы видим значит производительность то что мы проводили беспилотной технологии в четыре раза меньше при дифференцировании по гляночно чуть-чуть получилось повысить урожайность на 3 6 процента при уменьшении количества удобрений расход гсм снизился в один и четыре раза но металлоемкость видите какое большое значение 26 и 7 раза то есть ну дорого но наверное эффективно нужно проверять еще качественно и показать то есть и такой пилотный проект второе проверили мы совместно с предприятием это беспилотная технология возделывания риса риса взять были взяты три рисовых чека полностью беспилотная технология посев внесение удобрений 2 под подкормки опрыскивание почвенный гербицид гербициды сплошного действия инсектициды фунгициды и диссиканты это вот показаны три дрона брали это дрон агрос а т40 посев это джоян 606 и селка значит посев осуществлялся в воду дроном то есть это тоже вот риса воды говорят одни говорят хорошо другие говорят не очень ну вот небольшие такие если время есть я покажу еще результаты это посев вода воду агросом на высоте летал 5 метров ширина захвата 8 метров 43 килограмма на борт брал значит вы видите значит дальше мы считали количество всходов количество семян это джоянс он уже 21 килограмм риса брал значит ширина захвата 8 метров норма в первом случае норма высева было 180 килограмм на гектар во втором случае вот здесь 160 килограмм оселка оселка квернала 300 килограмм значит это идет определение количество посеянных семян то есть мы видим в рамочке площадью один квадратный метр агросом джоянсом то есть среднем 558 агросом джоянсом значит 485 штук на квадратном метре значит это идут анализ всходов всходов 1 1 вертикально это агрос посев дальше 2 это идет селка всходы и третье это джоянс вот это контроль качество всходов мы видим среднее значение количество всходов на площади 1 квадратный метр то есть среднее по агросу 280 штук по джоянсу 287 и по оселке 276 но здесь эксперимент нужно перепроверять скажем видите сорт 14243 то есть сразу это вилка то есть хотим перепроверить результаты которые мы получили обработка и я заключительному слайду двигаюсь до не переключается результаты хочу показать а переключите пожалуйста назад один слайд вот по урожайности первая агрос 80 центнеров джоянс 90 селка 82 180 килограмм на гектар 160 300 но нужно перепроверять более качественно сорт 142 43 здесь мы говорим что есть ну и выводы с учетом темы это топ востребованных цифровых решений которые я обозначил а пока на данный момент предварительный рейтинг регионов значит и факторы которые влияют на использование автопилота в сельском хозяйстве спасибо друзья какие есть вопросы вот с чем связаны лидирующие позиции регионов это наличие региональных программ может быть финансовое состояние хозяйств климатические почвенных условия ну вот смотрите еще мы еще рано ставить точку да то есть потому что исследование еще идет мы в октябре его только запустили но если коррелировать результаты программы вот папа башкортостана мы видим результаты да дальше у нас еще вопросе было это количество специалистов проходящих повышение квалификации тоже еще мы не обработали тоже нужно посмотреть эту корреляцию ну и конечно скажем так в том числе отношения органов власти к этому направлено отношения фермерского сообщества отношения агрохолдингов то есть сложно сказать однозначно почему сложно сказать да вопрос я не представил пол бред губернатора краснодарского края по взаимодействию с крестьянской фермерскими хозяйствами вектор исследования нет не совсем верно мы об исследуем все хозяйства от и п до крупного агрохолдинга градация как-то 10 5 все 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 полностью все потому что по краснодарском краю хозяйств в краснодарском крае у которых есть элементы цифровую цифровизации ну как-то я по большим сомнениям у нас всего 13000 фермерских хозяйств и более 3000 сельхозорганизаций что из 16 тысяч 250 всего-навсего ну эти данные у меня есть по хозяйственно да это по хозяйственно то есть смотрите 12 элементов да это я говорю те данные которые нам прислали мы тебе показываем то есть 12 элементов первое оцифровка полей агрохим обследования спутниковый мониторинг транспорта если стоит подруливающее устройство вот такова что какая самая большая потеря для любого сидящего из нас в зале это потеря либо поломка нашего гаджета на сегодняшний к сожалению это так вот для фенера сегодня самая большая потеря это не работающий элемент либо навигатор либо бортовой компьютер перед началом работы это самое большое и это на самом деле так на самом деле порядка наверно 80 процентов техники у фермеров в том числе они оснащены чем-либо это либо бортовой компьютер мы комбайн уже покупаем на к тому же все это сделать либо навигация либо там еще что-то помочь мы только будем рады потому что очень исследование проводится непросто потому что многие не хотят это все хотят видеть результаты никто не хочет помогать не хочет помогать в основном критика идет ну смотрите опять же я по специальности инженер вот когда мне говорят какое мнение это будет мое субъекты тивное мнение я привык я почему цифры показываю не показываю свое мнение я показываю ответ экспертного сообщества чтобы ответить на данный вопрос я должен проанализировать данные до конца этого года и сверить 2022 годом тогда вот называть вот по мнению именно опроса потому что вот так же топ сервиса не мое мнение это мнение экспертов двадцати шести регионов трех блоков бизнес производства наука образования поэтому вот здесь я все-таки отвечу я публикую наверно когда будут результаты где можно найти ну в принципе в принципе публикую мы наверное есть у нас такой портал цифровое сельское хозяйство telegram можно найти в бить и на ю-тубе мы тоже размещаем да если нет вопросов есть пожалуйста пробников алексей владимирович компания грамот для вопроса если возможность отделить аналитик у вас бизнес наука чтобы допустим только бизнес только аграрии я согласен да это здоровая критика когда говорят вот мы когда показываем результаты опроса и когда показан там половина наука и образования половина бизнес и производства но видите не всегда просто сделать опрос агра специалиста агронома главного специалиста руководителя предприятия мы и так вот сейчас постарались николай васильевич нам кстати хорошо помог в этом исследовании да у нас 17 процентов директоров было вот в этом и стачал из 100 и 100 экспертов 17 процентов то есть хотя 50 процентов было наукообразование вот из из 17 бизнеса производства 17 процентов было директоров мы только рады если вы нам поможете да давайте давайте совместно проведем более релевантное скажем так исследование да да